Привет! Сегодня я буду просто играть в робок. Да ладно, я шучу. И сегодня у меня будет полностью управлять искусственным интеллектом. Он будет говорить, куда мне ходить и даже что мне кушать. Спасите меня, пожалуйста. Ну и как вы видите, я нахожусь в Антарктиде. И у меня есть всего лишь вот такой камушек. И всё. Ладно, давайте спросим у искусственного интеллекта, что мне делать. Чем я могу вам помочь сегодня? Не стесняйтесь спрашивать. Ладно. Ну, как мне выжить в Антарктиде, когда у меня есть только один камушек? Что так много заданий? Если бы вы оказались в такой ситуации, первое, что вам надо сделать, это отправить сигнал о помощи. Ребят, помогите. Где все? О, пингвин, привет. Я посылаю тебе сигнал о помощи. Э, куда ты? Никто со мной не хочет разговаривать. Вот несколько советов по выживанию в экстремальных условиях. Найдите или построите свой дом. Всё, больше ни слова. Мне нужен мой дом. Как построить дом в Антарктиде? Я вижу только пингвинов, снег и ёлку. Что он так радостно прыгает? Я не понимаю. Что тебе надо? Я невкусный, если что. Ой, чё? Что происходит? Почему снег падает? Ай, у меня снимаются жизни. Очень плохо. О, а в пещере хожу. Что-то искусственный интеллект мне ничего не сказал по поводу снежных бурь. Ладно, посмотрим, что он мне там ещё написал. Экономьте энергию и тепло. Ладно. Мне кажется, в пещере я в безопасности, поэтому здесь будет мой дом. Пыник, пыник. Это будет настоящий пещерный дом. Всегда хотел в таком жить, да ладно. Шучу, не хотел. Всё. Доски кончились и в итоге вместо дома у меня получилась какая-то странная штука. Ну ладно. Так, что там дальше? Растопите снег для воды. О, уже наступила ночь. Значит мне надо растопить. Так, там же есть вода, зачем мне снег топить? Так, мне нужно построить мой дом. Дом, дом, дом. Я в нём буду прятаться от бури. Построю там костёр. И выполню сразу два задания. Построить дом и быть в теплее. О, стоп, я там что-то вижу. Там что-то светится. Надо сходить и проверить, что это. О, там какие-то волки с красными глазами. Что делать? Надо спросить у искусственного интеллекта. Что делать, если на меня напали волки с красными глазами? Избегайте зрительного контакта. Пон. Ладно, я не буду смотреть ему в глаза. Я буду ходить за домом. Хочу, 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 хочу. Вроде меня не заметили. А чё, лайхаки-то работают? Это костёр. На нём можно готовить еду. Кстати, здесь растёт трава в Антарктизе. И большое дерево. Ладно, здесь будет стоять мой прекраснейший дом. Внутри его строительства надо немного дерева. Поэтому я пойду его рубить при помощи камушек. Ладно, дерево я добыл. Теперь лишь один вопрос. Как построить сам дом? Изучите местные строительные нормы и правила. Обратитесь в местное правительство или строительный отдел. Чтобы понять правила и разрешения, необходимые для строительства дома в вашем районе. Из правительства я тут вижу только вот этих волков с красными глазами. Может, они мне подскажут? Этот, ребята. Какие дома можно строить? Нет, кушай меня. Нет, 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 нет. Это дерево. 20 хп, нет. Бежать, бежать, бежать. А ведь искусственный интеллект говорил заверять на дерево. На него нельзя залезть. Умно у меня сейчас съест волк, а вроде он всё. Ужас. Обратиться к местному правительству не удалось. Что-то оно какое-то агрессивное. Кстати, я начинаю голодать. Совсем скоро я умру с голоду. Неплохо. Ладно, мне всё-таки надо построить дом. Искусственный интеллект. А нет другого совета, как дом построить. Определите свой бюджет. Выясните, сколько вы можете позволить себе потратить на строительство. И планируйте соответственно. А, понятно. Ну, в общем, у меня есть одна деревяшка, одна верёвка и один камушек. Я думаю, что они мне разрешили строить мой дом. Поэтому я сделаю так. Конечно, получается оба... В общем, наступила ночь. У меня куча проблем. Первое, это то, что дом не получается. Я понял, что я не умею строить дома. Второе, наступила ночь. Третье, страшные волки следят за мной. И четвёртое, хорошая новость. То, что у меня есть костюм. Ладно, я продолжу строительство своего дома. В любом доме должна быть дверь. А лучше две. У меня появился вопрос жизни и смерти. Мне ставить одну дверь или две? Надо спросить об этом искусственный интеллект. Я знаю, оптимальное решение поставь три. Вот это единственное правильное решение, которое мне дал искусственный интеллект. Ладно, пришло время закончить строительство моего дома. Спустя уже сколько дней, я не знаю, где я живу уже. В общем, мне надо достроить мой домик. Со стенами я закончил. Теперь надо спросить у искусственного интеллекта, нужна ли мне крыша. А то, мне кажется, жить под небом тоже хорошо. Если вам нужна крыша для вашего дома или любого другого сооружения, у вас есть... Что-то тут очень много написано. В общем, крышу надо. Эээ... О нет, началась бури. А, я могу спрятаться под своей крышей. Ой, а тут волк все равно меня хочет съесть. Да что он так смотрит на меня? Зачем? Что я тебе такого сделал? Продолжим строить мою хату. Колони... Колониалисты. Колони... Колонизация, короче. Мою дом захватывают. Зачем рыцарь не захватывать? А, все, он уходит. Кажись, он понял, что у меня нет вещей никаких. У него там корабль. Нет, подожди, я тоже хочу... А, нет. Ну, вдруг они хотят меня поймать, взять в плен и потом... Ладно. Ладно, мне искусственный интеллект сказал строить мой дом. Так что я продолжу. Опа, опять волк пришел. Но я уже предусмотрел и сделал здесь небольшую стенку. Ладно, все. Мой дом готов. Посмотрите на эту идеальнейшую крышу. Я просто старался. Вот здесь грибочек. Да что такое? Я здесь шаурму сделаю, обещаю. Он мой дом захватил, теперь он в моем доме живет. Ну все, я там больше не хочу жить. Все, мне это надоело. У меня есть вопросы к искусственному интеллекту. Можно я не буду здесь жить? Поймите, почему вы хотите переехать. И оцените, является ли это правильным решением для вас. Все, мне больше ни слова, больше ни слова. Мне очень надо отсюда переехать. Меня тут пытаются съесть. И вообще тут опасно и страшно. Теперь тот волк живет в моем доме. Это, конечно, обидно, но ладно. Получается, я построил дом для волка. Ладно. О, что это там за корабль? Неужели это спасение? Корабль, спасение. Спаси меня, корабль, пожалуйста. Ой, он горит? Почему корабль горит? Ты куда уплываешь? Не оставляй меня здесь одного. У меня искусственная интеллекта еще говорил, что надо дождаться помощи. Но что-то моя помощь уплывает от меня. Там люди. Стойте, спасите меня. Спасите, спасите. Ой, на них напала акула. Ладно, не спасайте меня. Мне интересно, что мне делать, если я остался один рядом с океаном? Искусственный интеллект. Что делать? О, я там вижу целое поселение с тремя человеками. О, акула плывет ко мне. Нет, не плыви, все. Ребята, можно с вами жить, пожалуйста. Вы тут на каком языке разговариваете? Вот это у них дом. Даже лошадь своя есть. Так, иностранцы тут какие-то. Хелло. Ой, не бейте меня. Можно мне жить с вами, ребята? Я бездомный. А, ну ладно. Они тут какой-то план разрабатывают. Нам надо немного дерева, чтобы построить лодку и сбежать отсюда. Ну, давайте я вам помогу. Нать от дерева. Thank you so very much, man. Чё? Давай, делай уже лодку. Что-то я очень голодный. Если вы голодные, поблизости есть люди. Попросите их дать вам еду. Ребят, ребят, важный разговор есть. Можете вы мне дать немного еды? Вы как-то все дикие, с агрессивными лицами. У нас нет еды. А как вы тут живете, если у вас нет еды? Мне интересно. Не хайхак, искусственный интеллект не сработал. О, и тут есть грибочек. Может, его можно съесть? Искусственный интеллект. Можно мне кушать грибы, которые я здесь нашел? Поедание незнакомых грибов может быть чрезвычайно опасным и опасным для жизни. Ну ладно, не буду есть. Тогда я с голоду умру. Ребят, нам нужна еда. Всё, давайте, поехали. Неужели я выбрался из этой Антарктиды, где жили волки? Вау. Если вас спасли из чрезвычайной ситуации, следуйте инструкциям. Слушайте и вволняйте всё, что вам скажут спасатели. Шо мне делать, ребята? Калаку! Калаку повезу нам. Опа-опа-опа-опа. Всё, мы на береге. Йес. Мы спаслись. Хорошие мне проводники попались. Правда, здесь нет домиков. Бери-ес. А, он говорит, надо есть ягоды. Я тебе помогу. Ням, ням. Теперь я больше не голодный. Спасибо тебе, человек. Ой, там опять волки. Страшные. Нет, нет. Спаси меня. О, он бьёт волка. Он победил волка. Ладно, я останусь с вами жить тогда. И ещё один вопрос для искусственного интеллекта. Что же мне теперь надо делать, когда я нашёл друзей, которые умеют драться с волками? Первое. Пешие прогулки, прогулки на природе. Хорошо. Пойдём со мной гулять. Пойдёшь? Видимо, мне придётся одному погулять. Ладно, я пошёл. А, он идёт за мной. Он идёт за мной, реально. Тут морковка растёт, смотри. Морковку. Мы нашли морковку. Ладно, я дам им морковку, наверное, она им пригодится. Вот. Ну, не хотите как. Давайте сделаем базу здесь. Гоу. Это выглядит как хорошее место. Ладно, вы стройте, а мне искусственный интеллект сказал погулять. О, какие здесь олени рядом живут. Камни, деревья и ёлки. Что они за мной ходят? Ура. Они, конечно, тоже погулять лишь. Я вижу, у них есть крутые топоры, а у меня только обычный булыжник. Что там было второе по плану? Костёр и пикник. Хорошо, нам нужен костёр и еда. Костра нету, еды нету. Что делать? Эээ. Ээ. Хофтуду кампфайр. Как сделать костёр, вы не знаете, ребятки? Подожди. Я жду. Тут темнота. Что-то мне кажется, он не умеет костры делать. Уже дождь пошёл. Сюда пришёл какой-то солдат. У него полный сет брони. У него очень железная броня, он на нас смотрит. Нет! Он меня сейчас уничтожит. Зачем он на меня напал? Злой человек. Что ему надо? Чего он стоит на месте? Ээ, ребята? Что происходит? Ну и чё ты застыл? А, что делать, когда вас хотят взять в плен? Сохраняйте спокойствие. Опять? Быстро оцените ситуацию и определите, что уходит человек, который хочет вас взять. Используйте приёмы самообороны. Ладно, всё, я всё понял. Сначала даём ему лицо камушком. Потом говорим, ээ, ребята, помогайте. А потом быстренько убегаем в лес с этими оленями. Кажись, у меня вылетел. А, стоп. Надо тогда задать вопрос. Что делать, если у тебя вылетела игра? Если ваша игра зависла, тогда закройте игру, перезапустите игру и убедитесь, что у вас компьютер работает. Как сказал искусственный интеллект, мне надо... Ну всё, походу это конец. Здесь какие-то живут курицы и всё. На этом всё, вот другое интересное видео. Подписывайся и поставь лайк. Пока.